Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И сегодня, впрочем, как и обычно, мы постараемся доказать вам, что жизнь в нашем городе гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Ну а начнем мы нашу программу с информацией о выставочной жизни нашего города. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась экспозиция, рассказывающая о развитии костерезного дела. На ней изделия мастеров древности и современности, соединяясь в едином экспозиционном пространстве, расскажут вам свою удивительную историю. Показать, как развивалось костерезное ремесло на протяжении длительного времени, именно такую цель поставили перед собой организаторы выставки под названием «Материал на все времена. Изделия из кости от палеолита до наших дней». Самые древние экспонаты, представленные здесь, были изготовлены 4-6 тысяч лет назад. Это различные наконечники стрел, гарпуны, проколки и даже костяные молоточки. Они датируются первым тысячелетиям до нашей эры. Очень интересно нанесенные на них орнаменты. На одном из топориков размещено, вероятно, пиктографическое, то есть рисуночное письмо. Также здесь можно увидеть вещи эпохи Средневековья. Среди них самые разнообразные бытовые предметы, начиная от игрушек и заканчивая чисто декоративными. Кстати, многие из представленных на выставке экспонатов были найдены в ходе археологических раскопок на территории Рязанской области. Так, например, костяной молоточек был обнаружен еще в 1926 году Василием Городцовым на городище Троица-Пеленицкое. Продолжают находить изделия из кости в ходе современных раскопок. В нашей сегодняшней выставке представлены изделия, обнаруженные на территории современного города Рязани и в Рязанской области. В частности, здесь присутствуют некоторые вещи, обнаруженные совсем недавно на территории житного раскопа на территории Кремля современного города Рязани. Также скажу, что в ходе работ этого года мы обнаружили на новом Введенском раскопе большое количество обрезанной кости. Так мы можем сказать, что на обнаруженном нами участке располагалась косторезная мастерская. То есть кость она использовалась во все времена, начиная от Верхнего Палеолита и вплоть до позднего Средневековья. Продолжают использовать кости сегодня. Интересной особенностью выставки является то, что организаторы попытались соединить археологические материалы и материалы современного мастера-костореза Ивана Белозерова. В частности, мастер изготовил копию палеолитической Венеры, предмета, который вырезался людьми еще в эпоху палеолита из бивня мамонта или кости других животных. И сделали мы эксперимент какого рода. Обычная работа только с бивня мамонта. Но поскольку в древней Рязани в основном изделия были из животной кости, то попробовали восстановить технологию производства таких вещей. Большинство находок это гребни, поэтому из современной животной кости, еще проще из бедра коровы, обработали кость. Все технологические процессы, обезжиривание, выбеливание и прочее, в соответствии с древними канонами, орнаментное украшение сделали. Вот, эксперимент удался. В общем-то, первый гребень сделан. Дальше задача стоит делать уже точные реплики конкретных древнерязанских гребней из аутентичных материалов. Пока же дело не дошло до реплик, художник занимается изготовлением авторских самых разнообразных предметов. Броши, гребни, сувенирные ножи и даже иконы, сделанные руками мастера из бивня мамонта, представляют собой настоящее произведение искусства. А все потому, что работать с этим материалом, по словам Ивана Белозерова, настоящее удовольствие. И в буквальном смысле, что такое бивень мамонта? Это часть живого организма. В нем все вот это тепло живого, оно сохранилось. При этом оно абстрактное, ведь оно когда-то очень-очень давно было живым. То есть вот это ощущение живого осталось, но есть же такие этические вещи, как не убить и нельзя животное. Вот сегодня, допустим, Международная конвенция, они защищают тех же слонов, моржей и прочих животных от истребления, чтобы те же самые касторезы не могли из этих продуктов ничего делать. И само делание изделий из мамонта, оно сохраняет сегодня живую природу. Напомним, что познакомиться с удивительным искусством резьбы по кости можно на выставке «Материал на все времена. Изделия из кости от палеолита до наших дней», которые работают на втором этаже Дворца Олега. А тем временем в галерее Виктора Иванов и Земля Рязанская состоялось открытие выставки графических работ Евгения Борисова. Евгений Борисов более 30 лет своей жизни отдал театру, так что многие знают его исключительно как бывшего главного художника театра драмы и талантливого живописца, при этом почему-то забывая о его графических работах. Нам хотелось показать именно графические произведения Евгения Анатольевича Борисова, потому что часто на больших выставках живопись, театральные работы, они несколько забивают графику и ей обычно уделяют гораздо меньше внимания зрителей, хотя это несправедливо, потому что графические работы Борисова, они хорошая школа для начинающих художников и показателей его мастерства, и это просто очень поэтичное произведение. Галерея Виктора Иванов и Земля Рязанская с ее небольшими, можно сказать, камерными залами идеально подходят для того, чтобы показать графику художника. Зритель сразу заметит, что все работы, представленные здесь, можно разделить на две части в соответствии с их тематической принадлежностью. Многие из этих картин созданы в Пронске, именно оттуда родом жена художника, и именно там Евгений Борисов, вдохновляясь древними местами и удивительной природой, творил много лет. Уютные дворики Пронска, его окрестности и величественная гора Гневна, которая предстает перед нами то покрытой зеленой травой, то пушистым снегом. Что-то напоминает здесь японскую графику, когда мы могли видеть у Хакусая, например, 100 видов горы Фудзи, вот у Евгения Анатольевича Борисова, у него много вариантов, много видов Пронской горы Гневная. Это историческое место, это удивительное по красоте место, и не случайно, что художник так привязан именно к Пронскому пейзажу. Контрастирует с тихими Пронскими пейзажами работы, созданные художником на рубеже 60-70-х годов в Риге. Когда я учился в институте, там была так называемая летняя практика. Вот из пяти этих практиков четыре я провел в Риге, по два месяца и больше, вот только одну всю в Риге. Потому что есть художники, которых тянет на север, а некоторые к юг, где-то, у меня все время на запад. Здесь и мемориальное кладбище латышских стрелков, которые художник зарисовывал, находясь там в одиночестве в полночь, и дворики древних соборов, и их удивительные витражи. Эти рисунки более экспрессивны, и, пожалуй, они еще больше подчеркивают лиризм среднерусского пейзажа. На открытии выставки собралось много народу, в их числе заслуженный артист театра, который не одно десятилетие проработал с Евгением Борисовым. Человек очень тихий, скромный, но профессионал самого высокого качества, потому что школа во всем, и в графике, и в живописи, и в театральном деле, просто глубокая, настоящая школа. Тогда в том смысле, что художник предлагает свое решение пьесы, свое видение, предлагает режиссеру трактовку уже. Это очень редко бывает, а у Жени почти во всех его работах, вот в этих, он просто, ну, доминирует просто. Эта выставка предваряет большую юбилейную экспозицию, которая откроется в октябре в выставочном зале Союза художников. На ней зрители смогут познакомиться с театральными работами и живописью Евгения Борисова. Ну, а на графические работы художника можно полюбоваться до 15 сентября. Скоро в нашем городе начнутся съемки самого настоящего фильма. Идея его создания вынашивалась довольно давно, и вот, наконец, она близка к осуществлению. Короткометражный фильм «Кастинг» станет первым проектом нового творческого объединения рязанских киношников. Это будет простая комедийная история о любовном выборе, который заводит в тупик молодую девушку и ее подружек. Идея этого фильма родилась у оператора объединения Станислава Кудряшова около пяти лет назад. Написание сценария его поддержал продюсер Галина Ершова. С тех пор идея, в общем-то, не сильно изменилась, но сценарий переписывался многократно. И, собственно, сейчас редакция сценария та, которая нравится нам, нравится всем. И нам удалось собрать команду профессионалов на нашей, так сказать, рязанской земле, с которыми, я думаю, мы сможем реализовать это действительно на хорошем уровне. Режиссером фильма стала Вероника Пичугина, которая с большим энтузиазмом взялась за осуществление давней мечты. Мы очень давно с ребятами были знакомы, но все никак не могли объединиться. То есть каждому из нас требовался какой-то человек или несколько людей, которые могут помочь и дальше в реализации кинопроектов и вообще проектов, касаемых видеопродукцией. Но вот наконец-то мы кое-как собрались, и оказалось, что у ребят был давно уже задуманный проект под названием «Кастинг». Ну, я просто считаю, что есть вещи, которые нас тянут всегда, которые называются крючки, и пока их не выполнишь, что не будешь двигаться дальше. Поэтому мы как-то решили, что нужен этот крючок, его нужно уже вытянуть и сделать его очень крутым, чтобы как бы нам вместе потом общей командой сделать что-то другое, уже более полноценное, да, то есть больше. Наша съемочная группа побывала на кастинге актеров, на котором были отобраны практически все персонажи фильма. Нужно отметить, что проходил он не по стандартному сценарию. Помимо чтения ролей, участникам необходимо было выполнить импровизационное задание, чтобы раскрыть свой потенциал и принадлежность к той или иной роли. Организаторы были удивлены количеством пришедших на пробы молодых актеров. Честно говоря, мы вообще такого не ожидали. То есть мы не планировали, что придет столько народа. Нам вообще казалось, что 4 часа, которые мы выделили, ну будем, наверное, так сидеть, так, ну окей, ну сейчас, может, что не придет. А получилось так, что у нас был какой-то бешеный поток, то есть мы буквально выдохнули, чуть-чуть посовещались, следующий. Ой, мы так сидели, просто очень много энергии ушло и на ребят. Но очень здорово, что в Рязани вообще есть такие люди, которые хотят заниматься кино. Премьера фильма запланирована на осень. Тогда его смогут посмотреть все желающие. Ну а потом его, по всей видимости, ждет фестивальная карьера. В кинотеатре «Люксор» прошел предпремьерный показ фильма «Тели и Толи». Конечно же, не обошлось без танцев, музыки и невероятно вкусных угощений. О том, как все проходило, расскажем прямо сейчас. Недаром перед началом предпремьерного показа для зрителей станцевали лизинку и спели национальные песни. Ведь фильм «Тели и Толи», который гости кинотеатра «Люксор» получили возможность увидеть за неделю до его выхода в широкий прокат, не просто комедия. Это фильм о том, что жизнь простых людей разных национальностей, их обычаи, нравы, образ жизни, который веками формировал их сознание, не под силу изменить никаким политическим течением. Это тот фильм, которых не хватает сейчас, в современное время. Это комедия о жизни двух сел, осетинского и грузинского, которых волею судьбы разделила река как граница. Но дружба, любовь, взаимопонимание, взаимовыручка побеждают любые границы. И именно эти ценности этот фильм несет нам. Также для зрителей вип-зала кинотеатром «Люксора» и рестораном «Пасадо Фест» был организован фуршет, на котором можно было попробовать блюда кавказской кухни – хачапури, шашлык, самсунг. Здесь же для гостей играли на дойре, создавая тем самым невероятную атмосферу национального колорита. Ну а после зрители смогли окунуться в события фильма с максимальным комфортом. Ведь вип-зал кинотеатра «Люксор», кстати, единственный в городе, это совершенно особенный зал. В нем не так много мест, но каждое место является особенным. Это комфортабельные кресла, это специальные индивидуальные столики для гостей, это индивидуальное освещение. Кроме того, вы можете нажать кнопку, и к вам придет официант из ресторана и принесет вам любые блюда и любые напитки из нашего ресторана. В этом зале вы сможете увидеть и другие фильмы кинотеатра «Люксор». Ну и, конечно же, не забудьте посмотреть премьеру «Телли и Толли». Эта картина действительно заслуживает вашего внимания. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова